Всем привет! Это продолжение ролика про фракции ксенолюдей из DLC биотек для Ремуорда. Если вы его еще не видели, лучше начать с него. Подсказка будет в правом верхнем углу. А я приступаю к разбору второй половины ксеносов. Гении. Созданные для того, чтобы быть инженерами, изящные конечности гениев и врожденная способность обращаться с машинами позволяют им манипулировать устройствами с поразительной точностью и легкостью. Они эмоционально устойчивы и могут выполнять приказы в тех случаях, когда другие уже давно паникуют. Однако они хрупкие, а их усиленные нервные импульсы позволяют легко вывести их из строя даже при небольшом ранении. Поскольку большая часть их мозга посвящена анализу машин, им не хватает нейронов для анализа эмоций. Поэтому иногда они кажутся социально некомпетентными. Из-за мертвецкого спокойствия им трудно найти общий язык с безумно спыльчевыми стандартами людьми. Гусары. Это прирожденные войны. Они сражаются агрессивно и точно. Быстро поправляются после ранении, прекрасно себя чувствуют при экстремальных температурах и свободно принимают боевые наркотики. У них есть генетическая зависимость от гуссока, что также делает их менее склонными к бунту против своих командиров. Во время как эмоции гусар делают их опасными в бою, они не могут общаться с обычными людьми. Они известны своими кроваво-красными глазами и гуссарским взглядом. Мертвым выражением лица, которое многих сбивает с толком. Распутники. Эмпатичные и беззаботно красивые. Эти выращенные дружки и наложницы обладают уникальной способностью психически связываться с партнером. В определенном контексте они кажутся идеальными, счастливыми, обаятельными и добрыми. Однако они не способны выполнять простые задачи. Физически слабы, психически не способны к насилию, даже если от этого зависит их жизнь. В некоторых богатых мирах люди становятся распутниками в качестве своего рода карьеры. Однако многие общества находят их отвратительными, либо потому, что они отвлекают людей от создания естественных семей, либо потому, что они созданы для того, чтобы служить удовольствием другого. Потраты. Изможденные лица, серая кожа, агрессивность, невосприимчивость к токсическим загрязнениям, почти полная невосприимчивость к болезням, они могут поглотить столько психина и побуждающих наркотиков, сколько пожелают, без каких-либо побочных эффектов. Их метаболизм адаптирован к токсинам, однако они должны потреблять любую форму психина, чтобы выжить, обычно хлопья или порошок. Фракции пираты представляют собой своеобразную мешанину жестоких ксенолюдей. В основном это потраты, с небольшим количеством гусар, неандертальцев, гениев, гряземотов, итокинов и свинолюдей. Они мало интересуются строительством или сельским хозяйством, предпочитая получать средства к существованию от других, применяя насилие. Их технологический уровень во многом зависит от того, у кого им недавно удалось украсть. В основном они вооружены огнестрелом, хотя некоторые предпочитают разить жертву с близкого расстояния. Они всегда будут для вас угрозой. Кровофаги. Далее я буду звать их просто вампирами. Вы поймете почему. Остаются они заметными среди других ксенотипов, открывая свои сверхчеловеческие способности и трудятся, чтобы удовлетворить свою генетическую потребность в человеческой крови. Они являются предметом диких историй, детских кошмаров. Созданные сверхразумом архотеков, способности вампиров выходят далеко за рамки обычных генетических усовершенствований. Они умственно развиты во всех областях и сверхъестественно красивы. В бою они могут запускать смертоносные шипы и лечить раненых друзей. Они не стареют и не умирают естественным путем. Никогда не страдают от болезней или ядов. Вампир может создать нового вампира. Цена всего этого – бесконечная кровавая жажда. Вампиры должны регулярно потреблять кровь человека. Еще кровососы легко уничтожаются огнем и замедляются ультрафиолетовым светом. Вампиры время от времени впадают в спячку на несколько дней в темноте, чтобы восстановить свои силы. Этот процесс называется предсмертным покоем и может быть усилен различными технологическими конструкциями. Главным из которых является гроб. Гроб предсмертного покоя – это закрытая медицинская кровать, ускоряющая процесс предсмертного покоя. Гроб может подключаться к другим устройствам, которые дают дополнительные бонусы вампиров. Количество устройств, которые можно подключить, зависит от способности человека. Устройство для подключения. Кровавая помпа. Этот насос увеличивает количество крови, которую кровосос может хранить в своем теле. Кровеусилитель. Благодаря этому устройству почти мертвяк сможет получать больше крови из любого источника. Глюкозоидная помпа. Это устройство позволяет покойнику двигаться быстрее после того, как покой смерти завершится. Психофлюидный насос. Этот прибор повышает психическую чувствительность. Ускоритель смерти уменьшает время, требуемое для завершения предсмертного покоя. Существует тайная фракция кровофагов. Время от времени у вас может появляться возможность выполнить их квест, предоставив защиту, секретность или спасение. Если это удастся, один из них может предложить вам темный дар бессмертия. В качестве альтернативы, если кровососа нокнуть и пленить, то нового кровососа можно создать против воли кровопийца. Если вы хотите создать свой собственный ксенотип со способностями, подобными кровофагам, вы можете найти копии особых сверхчеловеческих генов кровофагов с помощью квестов и торговли. Однако многие из них требуют установки уникального ресурса под названием архит у нового человека. Архиты встречаются редко, но их можно найти с помощью квестов, торговли и других специальных средств. Можно быть и вампиром, и другим ксенотипом одновременно. Кровосос, свинолюд. Забавное сочетание. Вы можете начать игру как кровопийца с одним человеком-слугой, если хотите построить свою собственную империю по сбору крови. Теперь подытожим. Вместе с информацией из прошлого ролика, из новых раз у нас нейтральные свинолюды, агрессивные импиды, неконтактные итокины, нейтрально-агрессивные неандертальцы, обновленные ксенопираты и скрытые вампиры. Сделаю маленький топ, кого же из ксенолюдей мне интереснее всего будет завербовать. Для обычной, не ролеплейной колонии. Топ 1. Гении. Лучшие ремесленники и механиторы. Как бойцы они конечно не очень, но имбовый милишный киллбокс все еще работает детка, а для всего остального есть сентипеда. Распутники. Для ублажения ремесленника, строителя, чтобы у них был творческий подъем почаще. Топ 3. Вампиры. Сделать из них парочку псиоников и саппорты в бою. Топ 4. Патраты. Ради гена на психин. Топ 5. Неандертальцы. Чисто ради гена живучести. Остальные ксенолюди мне не показались интересными, и вот почему. Гусары. Челы, которых надо кормить гаусоком. И для чего? Хочу эффективности в бою? Так проще через идеологию мастера по стрельбе одного сделать, который если беспечник, и сам будет выдавать бешеный дпс с минигана и остальных пешек бафнет. А в быту гусары, видимо даже вредны. Свинолюды. Бездарных пешек я отправляю на уборку и переноску. А теперь этим будут заниматься боргики. Так и зачем мне тогда кусок сала на ножках? И такины. Только для зимних биомов. Импиды. Только для пустынь. Гризимоты. Одни дебафы. А какие у них плюсы? Быстро копают? Так у меня чел с двумя руками-базуками больше чилят, чем работает. Только в горы. Собственно, до выхода дополнения осталось всего ничего. Пора решать, какую колонию будем отыгрывать завтра на стрельбе. Вот варианты на выбор. Одинокий механитр. Колония вампиров. Гризимоты в пещерах. Принятие токсинов. Обычное поселение, чтобы оценить все механики. Колония, направленная на создание космодесантников. Гены. Черты через детей. Может быть вампиризм. Пионика. Мишки на северном полюсе. Огнедышащие импиды в пустыне. Пишите в комментах, какой вариант вам нравится больше. Или предлагайте свой. Лайкайте самые интересные. Я все комменты читаю и почти на все отвечаю. Также думаю над темой для следующего ролика. Что вам интереснее? Подробные разборы генов, мехов или детей? Пожалейте детей кста. А то, что не коммент, так план как над ними поиздевался. Ну алло. Умнил микрофон для вас Тосфорс. До встречи в роликах и на стримах.